То есть мы продолжаем учение наше во второй главе трактата вот по учению отцов, которые учили в субботу в синагогу и выбрали, выбираем сегодня 13-й Мишна и будем обсуждать ее более пристально, попытаемся ее понять глубоко. 13-й Мишна, Раби Шимон Омер. Например, Раби Шимон говорит, какой это Раби Шимон. Вообще, когда написано в Мишну Раби Шимон без указания, кто это за Шимон, это всегда Раби Шимон Барюхай, Рашби. Но в этот раз это не то. Откуда мы знаем? Очень просто. Несколько Мишны и раньше рассказали о многих учениках. Сейчас посмотрим. Многих пяти учеников, которые были к Рабанью Ханан бен Закай. Это в Мишну, восьмая Мишна. И они перечисляют. Они были учеников Раби Ханан бен Закай. Поэтому Мишну говорит сразу после высказывания пяти мудрецов, которые воспитали Раби Ханан бен Закай. И они, каждого из них, цитировали три вещам, которые он говорит. И вот поэтому мы дошли к Раби Шимон. Раби Шимон говорит. Раби Шимон бен Закай. Что он говорит Раби Шимон? Эвэй, Зоир, Бикриас, Шма, Губисфилу. Надо быть очень осторожным в читании Шма и в молитве. Что это значит быть очень осторожным? В чем быть осторожным в читании Шма? И что надо быть очень осторожным в молитве? Много комментаторов говорят, что идет речь о времени рамки. То есть время читания Шма с рассвет до четвертый час. И оно меняется. Меняется сейчас около девяти, около девяти тридцати, около восьми, там, пятидесяти. Это меняется. И это рано. Люди забывают. Встали чуть-чуть позже. Мыли голову дольше. Кушали овсанка. Они сказали читание Шма и все пропустили. И надо быть осторожным. Посмотреть за время. И читать Шма вовремя. Та же самая ночью. Ночью, время читания Шма. Это не сейчас. Мы можем молиться Маариев сейчас. Можем. Но читание Шма нельзя читать. Да? А когда? Еще не можем. Через восьмой. Ну, неважно. Важно. Говорил, как есть. То есть можем читать это, когда еще не ночью. Можем читать Маариев, когда не ночью еще. Но, тем не менее, чтение Шма невозможно. Когда можно читать Шма, когда вышли звезды. То есть, ночью. И до скольки? До полуночи? Время читания Шма. И человек может идти отсюда домой. Забыть, что он не читал Шма вовремя. Начал поесть. Сидит с женой. Общается. Болтает. Смотрит какой-то футбол. Уснул. Храпил. И утром встал. И нет. И нет читать Маариев. Поэтому, говорят нам, будете очень осторожны с читать Маариев. Та же самая в молитве. Молитва. Надо быть очень осторожной. Первое время молитва Шахарит. До примерно 10-30. Надо хотя бы начать это до того. И не просто болтать до 10, когда начинается молитва в синагогу. А учиться вставать утром. Читать Ильим. Учить какой-то урок в Тане. Или урок в Хасидут. И тогда начинать молиться вовремя. И даже если чуть-чуть длится время читания молитвы. Ну, хорошо. Но когда просто болтает глупости. И доходит до поздна. И уже молится, когда получилось. Ты можешь пропускать время. Тоже неправильно. Или минху. Минху это рабочее время. Человек не заметил. Работал, 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 работал. И ночи. Особенно и зимнее время. Или ночи, когда молитва Марии в Йоне был в Койлер. И пришел домой. Что-то покушал. Чуть-чуть был уставший. Уснул на диване. Проснулся уже поздно. Поэтому надо быть осторожным. И пристально смотреть на время. На будильник можно поставить? Можно что угодно поставить. Лишь бы поставить. Знаете, есть такой, который просыпается с будильника. Забирал, за что я не ставил его. Это еще хуже. Да. Второй абзац, который говорит Раби Шимон Бен Атаннел. Укши Атом Миспалл. И когда ты уже молишься. Не делай твой молитва постоянная. Что это значит постоянная? Ну, я привык. Вчера молился. Завтра помолюсь. Уже с 10 лет молюсь. Ну, это привычка такая. Она мне неинтересная. Как надо молиться? Умолять Всевышнему. Просить у Всевышнему милосердия. Понять, перед кем ты молишься. Недавно я слышал очень-очень хорошее, действительно, объяснение. Что у молитвы есть тоже. Три уровня. Майсе. Как мы говорили в Тане. Масе, Дибу и Махшову. Действия. Речь и мысли. Действия. Это читать молитвы. Читать так, что каждое слово будет слышно себе. Читать ее так, что ты услышишь того, что ты читаешь. Когда нужно вставать, вставай. Когда нужно сидеть, сиди. Когда нужно положить руку на глаз, положи. Когда нужно вставать, стоя и ровно. Надо вставать стоя и ровно. То есть, это просто молиться. Просто читать и молиться правильно. Это первое. Это действие. Потом есть речь. Речь в молитве. Это, ну, я читаю, читаю правильно. Все хорошо. Но перед кем ты читаешь? Перед Всевышним. Так читай, как перед Всевышним. Когда ты говоришь что-то, говори что-то. Когда ты говоришь, говоришь и понимаешь, что ты говоришь. Когда ты говоришь другом и не понимаешь, что ты говоришь. Это что, нормально так общаться? Общайся и понимай, что ты говоришь. Особенно перед Всевышним, когда ты говоришь перед Него, что ты просто говоришь и не понимаешь. Говори что-то. Думай, когда ты говоришь. Не болтай просто так. Это речь. А потом есть мысль, когда я чувствую молитву. Когда я чувствую молитву, когда я чувствую сближение со Всевышним, когда я понимаю, что такое Шмай Исраэл, и что такое, когда ангели перед Всевышним, они перед Него полностью вбитул, полностью в подчинении. Когда мир молится Всевышнему, почувствуй вот это. Это уже мысли. То есть тоже у молитвы есть разные обстоятельства. Говорит Раби Шимон Бен Асанел, когда молишься, не молишься по привычке. И не по времени. Ну надо, ну надо, давай будем молиться. А как надо? Шене Малкак написано, כי הוא, кирахум вханну, в Севышнему, миласердин. Эрех апаем, в Рабхесад. Он его есть длинная трепеньяй. И он очень миласердин. В Нихамалу Оро, и он готов прастить обедах, которые мы делали. Поэтому надо молиться перед ниво, как падабаешь. последний абзац. В АЛТИХИ РОШО БИФНЕЙ АЦМЕХО. Откуда мы знаем этого приложения? В АЛТИХИ РОШО БИФНЕЙ АЦМЕХО. И не будьте грешны перед собой. где, где такого было сказано? А? О, Таня. Прямо в первый абзац Таня. Что это такое? И не будь перед собой грешной. Тут есть интересные три разные комментаторы. С разных видений, что это сказано. Я прочитаю изнутри. Рабио Ваде из Балтынура. Один из очень известных комментаторов. Даже дети в школе учатся его комментарии. Она как раши для Тору. Да? Есть раши. В Мишну. Но раши в Мишну это уже непростое объяснение. А Рабио Ваде на Мишну это простое объяснение. И он переводит три варианта. Первый. Аль-Та-Се-Дово-Ше-Ха-Йо-Иму-Ле-Мохо-Та-Ши-А-Цмехо. Не делай такой поступок, который завтра будешь с собой ругаться. Никто тебя не видит. Ты говоришь, ну никто меня не видит. Давай буду я, как я хочу. Но я знаю, что завтра почувствуй себя ничтожество. Ну неправильно я. Зачем я так делаю? Мне стидно перед собой. Так не делай того, что завтра будешь стыдиться. Не делай того, что завтра будешь мучить себя. Не делай это. Просто держи себе в силу. Сейчас кажется, что это очень важно. Но ты же знаешь, что завтра проснешься и будешь с собой ругаться. Так не делай это. Это первый вариант. Второй. рамбам комментировал. как в тайне это объясняется? не считай себе и грешный. Почему? Будешь считать себя и грешный завтра. Будешь говорить, но все равно. Но все равно. Будешь угрешать. Все равно я грешный. Какая разница? Рамбам говорит, не считай себя и грешный. Неправильно считать себя и грешный. Третье. Говорит Рабио Вадя Ве Анишо Мати Я слушал его учителей, как объясняли ему. Альти Ирошо Бедо Ворзе Шати Фоиш Мина Цибу Ветам Ильюф Ня Цмаху Это очень красивое объяснение. Не отделись себе от общества. Не отделись себя. Не будешь сам себе. Человек иногда чувствует, что меня неинтересно. Община такая неинтересная. Мне не с кем общаться. Не моего уровня. Или выше моего уровня. Меня неинтересно. Я не так преподаю. Равин такой не такой. Не такой. Не хочу я. Буду я сидеть дома. Это начало всего плохого. надо слиться в общество. Надо быть часть общества. Если ты будешь не часть общества, точно будешь грешать. Точно скользнешься в никуда. Это точно. Кстати, это не то, которое привыкли, особенно женщины, быстро смотреть, как соседи считают. Это глупости. К этому не надо смотреть. И того, что сосед думает, пусть сосед живет. Не об этом идет речь. Идет речь, когда нет близности с общиной. Чего это так важно? Я рассказал это несколько раз в Фарбрэнген. Рабмен Футерфас говорил, я это слышал от него. У него была такая всегда, он говорил, это большая олимка. Почему, когда высаживают отдельное дерево в огород, всегда надо ее подержать с чем не будет, для того, что она не будет растить косая. А когда в лесу не только что не надо высаживать, они просто высаживают собой себе. И никто не должен подержать, он просто растет вверх. Почему? Потому, потому, что как только пробуй идти в сторону, тебя побьют других деревьев. Такая у него была... Нет, он хотел сказать другое. Мы же не говорим сейчас, как это в огромном работе. Просто какая-то как притча такая. Ну, попробуй лезть на чужой территорию, тебя побьют. Не получится. То есть того, что ты находишься среди людей, тебе искажаться себе не дадут. Начнешь что-то делать, тебя обшлопают. Так что ты делаешь? Что ты там делаешь? Что это за глупости? И сразу ты понимаешь, что не надо. Не надо быть сам себе. Сам себе это начало всего плохого. Вот. Мы уже учили этого Мишну. Но тут у нас ребя всегда пытается копать глубже. У ребя несколько очень основательных вопросов. Мы уже говорили. Поучение отцов это не заповеди. Это моральные вещи, которые мудрецов научили нас. И это моральные вещи, которые были приняты с Горисиной. Горисиной это Всевышнего когда даровал Тору, он дал 613 заповедей. И они написаны везде в 6 книге Мишну и в 5 книге Тору. Но он дал Всевышному правила жизни. Не заповедь, а правила жизни. Правила человеческого поведения. Это тоже он дал. И это трактат вот. То здесь получить какое-то подбодрение, как выполнять заповедь, не полагается. Где трактат, где учиться надо, как надо читать чма? Или как надо молиться? Вы уже большие ламданимы, вы уже учили? Какой трактат предназначен под этим? Первый трактат в Тальмуд Брахот? в Брахот, трактат в Брахот, первый трактат. Там написано время читания шма, время молитва, как молиться, и там написано все. Обещение Бен Санел должен ждать, пока пройдутся три томов в Мишну, в том посередине трактат предназначенный на ссоре между людьми, на поделение имущества, то, что называется Незикин, и там он говорит, знаете, надо молиться хорошо, и не надо пропустить время молитвы. Зачем? Это уже написано в трактат Брахот, уже об этом сказано, нам не надо ничего сказать. Сказать, что надо молиться вовремя? Написано в трактат Брахот, надо сказать, что нельзя пропустить время четырнешмала, знаем, написано в трактат Брахот, это написано. И даже сказать моральные вещи, надо молиться и чувствовать перед кем, и понять, что надо глубоко молиться, тоже это написано в трактат Брахот. Все написано там. тот который делает свой молитва постоянной привычка его молитва не смелосердие это написано в трактат проходит тут ничего особенного так зачем раби Шимель бен Несанел он же был один из великих мудрецов из пяти великих учеников ему дали в трактат вот сказать три виши и все что нашли от него того что уже мы знаем зачем так некрасиво на его память нашли бы что то более интересное что нету еще если выбрали этих высказываний они же они же должны высказывать двух вишам первый что то морально который без этого мы не знали второй сказать что то который высказывает характер раби Шимель сын Несанел и так же последний абзац не бить сам себе грешный или не отделиться от общества это все это все понятно нельзя отделиться от общества если в этом часть заповеди так зачем это писать от раби Шимель Несанел и главное как последний абзац связано с первой первой двух как связано не бить не бить в одиночество или не считай себя грешным как это связано с молитвой и читай нешма как это связано что надо молиться вменян причем тут оно это вообще не отсюда вообще завзац и последний и очень и в этом скрытый и ответ всего почему Мишну пишет раби Шимон и не цитировать что это раби Шимен сын Несанел Несанел раби Шимон сын Несанел это один в другое поколение и раби Шимон просто раби Шимон без отцов это Рашби это другое поколение человек почему путать нас почему не говорит четко раби Шимон сын Несанел и все было ясно чего нам надо перелистывать на пятый на на восьмой Мишну и искать какой это какой это раби Шимон ну неужели давай посмотрим восьмая 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 откройте восьмая пожалуйста хамишо Талмидим посередине спустя несколько раби Йоханан бен Закай приняли Зирел вешамай он говорил если если вы учили много Тору не считайте себе потому что для этого вы предназначены пять учеников были у раби Йоханан сын Закай то есть получается у нас получается там серьезных вопросов и теперь мы должны найти ответ у мудрецов были два разных каста садов совершенно другие люди были мудрецов и были мудрецов которые учили Тору беспирит ну что хотите сказать что других других Танаим или Мураим да прекратили учиться что-то значит беспирит мы знаем например написано что не молился раби Шимон Барьюхай не только не молился и он не читал читы нишма никогда никогда почему когда спросили почему ты не читаешь и почему ты не молишься он говорил какая разница читы нишма это читы Тору я читаю Тору какая разница почему ты не перерываешь на молитву молитва ниже чему ты не хочу перекратить учение Тору и поэтому он был другой человек который не прекратил учение никогда раби Шимон Бен Асанел был такой же человек поэтому их имена были похожи поэтому именно именно в Мишну нам дают эту подсказку через Раби Шимон, не говоря, какой Раби Шимон. Типа что, путайте, это одинаковые люди. Раби Шимон был такой же человек. Человек, который никогда не прекратил учение Тору, ни на молитвы, и ни на чтение Шма. И тут же дают нам совет. Секундочку. Поэтому, он говорил своих друзей. Своих друзей. Вы тоже в чем-то похожи на меня. Вы тоже не перекрываете, не перекрашаете учение Тору на молитву. Иногда на чтение на молитву, на чтение Шма мы будем говорить позже. Поэтому, раз в какое-то время вы да перекрашаете. Я никогда. А вы да перекрашаете иногда. Когда вы перекрашаетесь, не думайте, что вам нужно молиться быстро, для того, чтобы вернуться обратно на учение. Вы уже перекратили. Вы уже начали молиться. Молитесь как подобающее. Когда вы читаете Шма, почувствуйте Шма. Когда вы читаете молитву, что услышана будет, что эта молитва перед Всевышним. Не делайте по привычке и быстро. Делайте это так, что будет слышно, как Всевышним кричит из этого молитву. Что за дискриминация? Почему такое? Надо понимать разницу между молитвой и учением Тору. Это самая база. Это просто понят разница. Когда человек учится, что происходит у человека? Он принимает знания. Какое чувство у него есть? Он чувствует собой. Мало чего. Наоборот, любое чувство, которое проявляется вне учения, ему мешает. Очень сильно мешает. Ему нужно концентрироваться. Любая музыка, любой шум, любое изменение температуры, любой вещь сильно ему мешает. Что он чувствует? Он чувствует знания, которые он получает. То есть, он сам себя не чувствует сейчас. Он чувствует знания, которые находятся. Он укунулся внутренне этого процесса, можно сказать. что такое молитва? Молитва это обратная сторона. Человек чувствует себе. Он идет молиться перед Всевышним. Совершенно другое чувство. Он начинает взяться процедур. Он читает Боу хато Ашем. Как Всевышнему спускается к Нему браха. Браха значит благословление. И Всевышний он наш Бог, который стал Бог наш мир. Он соединился с этого мира. И он дал мне возможности помить руки. И дал мне возможности идти в туалет и выходить от него. он дал мне возможность одевать штаны и одевать кипу и надеть себе кофту и одевать себе ремнем и туфли он мне отдал. А потом он начал молиться прошу Всевышнему не делай меня испытания. Это все я я но что я? Я прошу тебя. Я прошу тебя принимай меня. Я хочу тебя. Прошу тебя. И он дальше приближается. Он начинает думать о Всевышнем. Как он такой маленький а Всевышний такой большой. И он обращается к нему. И все равно весь мир крутится вокруг Всевышнего. Не смотря что ему кажется что-то не так. Но на самом деле это так. И он напоминается как море открылся. И потом он доходит к Кречма. Что такое Кречма. Что все что есть в этом мире ничего нет. Это все Всевышний один. И доходит он к читению Амиду. И он чувствует наконец-то я нахожусь напротив Всевышнего. И я прошу Всевышнего. Это процесс. Процесс который человек шагает. Шаг за шагом вверх. Поэтому мудрецов говорят когда Яков снилась у него лестница которой ее дно где на земле а верха небеса. Это есть молитва. Есть лестница которой человек начинает подняться до небеса. Это совершенно другое чувство. обычный человек обычный человек нуждается в оба стороны. Человек должен учить Тору. Он должен учить Тору иначе он просто пустой. Ему ничего думать ни о чем думать ни о чем понять. Он ничего не понимает. Он должен учить для того что стать кем-то понять о чем идет речь. Услышит Всевышнему что он говорит ему. Какой он, где он, что он сказал ему делать, как это делать, сколько это делать. Он учится. И когда он учится, он не чувствует себе, он чувствует Тору Всевышнему, что она говорит ему. И он должен делать, что говорит ему. Поэтому вторая часть это молиться. После того, что я учил все, что мне надо делать, теперь я двигаюсь обратно ко Всевышнему. Говорят Всевышнему, я понял. Я встал утром, я должен это делать, это делать, это делать, я это делаю, я шагаю к тебе и начинаю молиться шаг за шагом до Всевышнего. Это обычный человек. Это обычный человек перечисляется всех, кроме совершенно отдельные люди, как Раби Шимон Бар-Юхай. Раби Шимон Бар-Юхай был настолько необычный человек, что о нем написано в книге Зоа, которую он сам писал. Кто похож на Всевышнему, это Рожби. Он сам писал и все равно писал это. И это святое. То есть он настолько не чувствовал, что он пишет это про себя. Он кто похож на Всевышнему, это Рожби. Настолько он был и уединен со Всевышнему. У Рожби весь Тору было так уединение со Всевышнему, точно как чувствуется во время Читанишма. Точно. То есть ее, когда он читал о проказу, он чувствовал не проказа, а Всевышнему, который есть в проказе. Когда он читал о, как мы читали в последней главе, о запрещенной женщине, он не думал о запрещенной женщине, а Всевышнему, который есть в этом. Он говорил, так он говорил, какая разница, читаю Яшма Исраэль, или читаю про какое-то некошерное Виши, то Тору и то Тору. Он реально состоялся в таком уровне уединения между собой и Всевышнему, что оно было для него один цель. Без разницы. Поэтому ему о нем говорят, что он не перекратил ни разу не на молиться. Зачем молиться? Он уже у Всевышнего. И не читай не шма. Зачем читай не шма? Он уже чувствует шма. Он чувствует шма в каждой буквы втором. ему не надо перекратиться. Раб Шимон Бен Метан был такой же человек. Откуда мы знаем? Это очень интересно. Ребет переводит очень интересный абзац в Талмуд. Что один раз в месяц Томуз. Месяц Томуз это у нас всегда юлий. Юлий август. То есть когда светло на улице. Людей бы жили или в Израиле или в Ирак. То есть там жарит хорошо солнце. И они были у Раб Йоханан Бен Закай. Их учитель. И один из учеников Раб Шимон Бен Шотах. Говорил разрешение Габ Раб Йоханан Бен Закай его раб его реб разрешите меня напомнить вам слово которое вы меня научились. Да? И тогда он повторил учение Раб Шимон Раб Йоханан Бен Закай про дела Калисниц Севишнему которая написана фророки Хаскен об этом услышали два дополнительных учеников Раб Йо Иса Хак и Раб Шимон Бен Сан и они начали от себе не от высказывания своего учителя от себе говорить по эту тему и несмотря что это было тамузский месяц то есть юль август небо наполено облака и вышла радуга и ощумивший молни Ряб говорит секундочку причем тут радуга что символирует радуга а что символирует радуга то есть вспоминали что вот вот надо вас уничтожить вы такие негодяи но я же обишал ноаха не уничтожу вас говорит Ряб это правда это правда когда дым обличный зимный уже солнце всевышному не светится и появляется по натуральной причиной радуга тогда это плохой знак но радуга которая чудесно проявляется а не написано в другое место радуга не смотрится так написано почему не смотрится на радуга потому что это наглость смотреть на красоту трон всевышному так написано то есть радуга символирует противоположные стороны красоту красоту которая есть только у кого у всевышному то есть раби шимен бен санел был тоже очень очень великий человек похожий на рашбе настолько что его высказывание вызвало гром и молни и радуга и под концу слова небесные то что называется шхина которая говорила вы мои сыновья то есть он мог притаскивать проявление всевышному в этот мир то есть раби шимен бен санел был настолько велик как рашбе и поэтому он сам по себе никогда не прекратился не научился не на молитвы и не на чите нишма поэтому он говорит своих друзей вы смотрите на меня и вам кажется что молиться это дошуфа вам кажется что чите нишма это непростойно вы хотите достичь меня но у вас не получилось поэтому ну надо молиться иногда нет не думайте так когда вы перекрашаете молиться начинаете делить путь идти ко всевишнему вам это очень важно вам нужна эта молитва и эта чтение она очень нужна поэтому он заканчивает свое высказывание слова и не будь по себе грешный почему написано что когда рожба был живой он мог принимать на себе все грехов своего поколения и поэтому в его эра никогда не проявилась радуга в небо плохая радуга почему потому что он он протяг он просто тянул за собой грехов своего поколения то есть что это означает говорит рэбэ у грешников никогда не было наказания в его поколении с ними не ругались почему раби шимон барьё хай был такой велик что он принимал за собой их грехов его святость была такая большая что она перекрыла их недостатки поэтому пока он был жив и радуга не появилась не потому что грешников не было а потому что раби шимон барьё хай был дальше об этом говорит раби шимон раби шимон бен санель я такой же как рожби я могу тянуть за вас ваши грехов но так не надо почему не надо вы никогда не найдете в себе смелость раскаиваться исправиться вам нужно исправиться он говорит я понимаю что я за вами тяну ваши грехов из-за моих святост вы не страдаете от всевышнего но так же нельзя вы должны раскаиваться и штат правильными поэтому не будьте поединичные грешники